Друзья, я сегодня покажу вам одно жиркое, которое называется, как можно назвать, большая капуста. У меня осталась цветная капуста. Это старая капуста и обычная белокочанная, тоже старая капуста. Я из неё приготовлю жаркое. Для начала нужно сделать зажарку из лука и моркови. Но я буду делать это жаркое с мясом. Вы можете делать его просто как вегетарианское жаркое. Это тоже будет вкусно. И у меня есть такая заготовка из болгарского перца. Она называется лечо с луком. Вы можете использовать просто томатную пасту. Тёрка, на ней я натру лук и натру морковку. И сменю насадку, пошинкую капусту. Дальше делаем следующее. Наливаем в казан, это может быть сковорода у вас или кастрюля, растительное масло. И потом в это масло мы кладём мясо, когда оно разогреется. Мясо, обратите внимание, я порезала тоненькими такими вот полосочками. Но я так сделала, потому что мне нужно его быстро приготовить. Мы поздно приехали, и оно будет готовиться быстрее. Обычно я режу крупнее. Мясо может быть любое. Это может быть говядина, это может быть свинина, как у меня. Это может быть кролик или утка, или курица, индейка. Всё равно, какое мясо на ваш вкус. Можно вообще пропустить этот этап и делать без мяса. И я нарезала лук и морковку. То есть сначала мы обжариваем мясо, потом добавляем овощи. И всё обжариваем на растительном масле. Вот такая зажарка у меня получилась. Здесь у меня лук, морковь и мясо. Ничего больше я не добавляла. И теперь я буду добавлять цветную капусту. Сначала цветную капусту. Примерно вот такими кусочками я её порезала. Пластинками. Она готовится дольше, чем обыкновенная капуста белокочанная. Поэтому вначале я положу такую капусту. А когда она немножечко размятнет, я уже буду добавлять обыкновенную капусту. Капуста цветная у меня немного протушилась. Поэтому я сейчас её залью бульоном. У меня есть буквально литр бульона, который остался от приготовления супа в прошлый раз. И я буду добавлять обыкновенную белокочанную капусту в несколько этапов. Вот так я заполнила кастрюлю. Теперь накрою её крышкой. И когда капуста усядется, я добавлю оставшуюся капусту туда. Когда она немножечко проварится, можно положить специи. У меня это белый перец. Я его истолкла. Он у меня вот так выглядит горошком. Такой самый обычный перец. Он ароматный. Мне очень нравится. Я его истолкла с солью. И пару буквально штучек лаврового листа. Больше ничего не надо. Потому что я буду класть копчёный чернослив. Я его обдала кипятком. Но так, чтобы не испортить его запах. Просто смылась с него грязь. И вот лечу. Чернослив у меня копчёный. Поэтому вкус и запах будут очень приятные. Как будто из костра и из котла. И всё. И в принципе больше я ничего не кладу. Только соль и немножко сахар. Мало кто знает, но из цветной капусты, из сырой цветной капусты, можно приготовить вкусные салаты. Первый салат у нас идёт цветная капуста. Она нарезана такими ломтиками. С помидорами и луком зелёным. Ну, не совсем зелёным. В общем, с луком. Этот салат можно заправить просто майонезом. А можно делать заправку из соевого соуса. Или, например, бальземического уксуса, мёда и оливкового масла. Второй салат – это тоже цветная капуста сырая и салат «Айсберг». Можно положить обычную капусту, белокочанную или раннюю, и смешать её с зеленью укропа и петрушки. Заправить майонезом. Можно в майонез добавить ложку горчицы. В салат мы положили майонез и вот такую горчицу. Нам нравится. Вы можете положить обычную горчицу, молотую, в пасте, какую-нибудь. И во второй салат я добавлю оливковое масло, соевый соус и жидкий мёд. В равных частях это будет такая заправка. Можно подсолить по вкусу. Вот такие салатики получились. Пахнут невероятно. Папуста кипит. Теперь сюда можно добавить специи и лечу. Сначала я выливаю лечу. Вот такое оно у меня красивое. И теперь лавровые листики. И перец. Соль. Всё перемешаю. Всё перемешала. Теперь сверху высыплю чернослив. И оставлю всё это тушиться под крышкой на медленном огне. Примерно минут 40. Вот так это всё выглядит. Вон капуста. И два салатика. Всем приятного аппетита. Пользуйтесь рецептом. Пользуйтесь рецептом. Мы zincор пиль hardness. Продолжение следует...